Всем привет! Рада видеть вас на своем канале и сегодня у меня в обзоре парфюм. Это не связано с маникюрным делом, но все равно приятности такие для себя любимые, поэтому решила показать. Тем более, что цена на парфюм приятная, а ароматы схожи по запаху с известными нам торговыми марками и брендами. P.D. Paris это сертифицированная парфюмерия рядом из Франции. Ноты парфюмов остались неизменными, но большинство синтетических компонентов заменены на натуральные. Это не аналоговая продукция. Если почитать историю производства этих ароматов, то можно узнать, что эти ароматы создаются с нуля. То есть ароматы максимально похожи по запаху с известными нам торговыми марками ароматов, но эти ароматы создаются на основании тех запахов с нуля. Ароматы будут максимально схожи по запаху, направленность аромата будет схожа, но парфюмеры именно производят ароматы. Само сырье производится во Франции, на французском заводе, а раз заливается по бутылочкам уже в России. Соответственно, из-за этого и цена сравнительно невысокая в сравнении с другой аналогичной продукцией. Выпускается вот в таких вот стеклянных флакончиках. Здесь указано название аромата. И выпускается вот в таких вот мини форматах. Очень удобно с собой брать, в сумочку положить. Я заказала здесь пару ароматов для подружки, она выбирала, и пару я доказала для себя. Вот этот аромат я знаю, мне он безумно нравится, и я скажу, что он действительно схож. Когда из флакончика брызгаешь на колпачок, аромат резкий. И такое впечатление, что что здесь похожего. Но когда брызгаешь на кожу, действительно аромат раскрывается и становится максимально схож. Ну и стойкость приличная. Я вот брызгала утром и до вечера, до того, как я уже принимать ванну пора, аромат сохранялся. И даже сын сказал, мам, как вкусно пахнет. Но действительно, вот этот аромат Дона Каран Нью-Йорк, он очень свежий. Мне кажется, мало кому он может не понравиться. Также заказала аромат Барбери Май Барбери. Аромат этот я не знаю, заказала просто по описанию. И мне он понравился, цветочный, нежный такой вот аромат. Немного напоминает пудру, как вот наши мамы раньше кремом тонально наносили пудрой. Вот такой вот аромат мне безумно нравится. Сразу такие воспоминания. В общем, мне понравилось. Те ароматы, которые я заказала для себя, мне понравились и в запахе, и по носкости. Те, которые я не для себя брала, ну я их не знаю, поэтому я их даже не открывала и оценивать не могу. Так как это не мои ароматы. На сайте представлены оригинальные флаконы, но приходят вот в таких вот фирменных. Именно фирмой ПД Парис. Представлены оригинальные только для того, чтобы визуально человек мог понять, что это тот аромат, который он хочет. Замечательная продукция. Цена, качество, соотношение на высоте. Можно побаловать себя любимыми ароматами. Тем более, что акция идет на сайте. Три аромата берешь и четвертый получаешь в подарок. Ссылку оставлю в описании под видео. Обязательно проходите, выбирайте. И очень удобно вот так вот кооперироваться, как мы с кооперировали с подружкой. Она себе взяла, я себе и один получили в подарок. Ну а я здесь уже приступила к работе. Снимаю старый материал на ногти среднего пальца у клиентки. Отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа. Было и в прошлый раз. Мы ничего не делали. В этот раз отслоение стало шире. В практике я довольно много работала с такими вот ситуациями. И я скажу, что когда вот отслоение начинается от точки в роста, оно сначала узенькое, а потом становится шире, шире, шире. И только когда оно доходит до определенной ширины, это все дело начинает прирастать к ногтевой пластине. Не знаю, почему так. Не могу вот ответить на этот вопрос, но это действительно так. Я полностью убрала ноготь над пустотой. Теперь пилочкой придаю форму свободному краю на тех ногтях, где все нормально. Обязательно похожу пилкой по поверхности. Убираю глянец с отрожшей части ногтевой пластины, чтобы вверху от кутикулы не было у меня отслоев. То же самое делаю на ногте, где вот эта вот пустота. Убираю глянец с отрожшей части ногтевой пластины. Отодвигаю кутикулу, открываю под кутикульный карман. И теперь выполняю маникюр. На форварде прорабатываю левую сторону. Единственное, я здесь хорошенько обрабатывала ноготь антисептиком, и кожа размякла. И хорошо видно, как по мягкой, вернее не мягкой, а влажной, кожа набрала влаги, как по влажной коже плохо работает фреза. Она как будто не шлифует, а наоборот зарывается в кожу и махрит ее. Я старалась вычистить, загладить кожу, но понимаю, что ничего не получается. Лучше этот ноготок оставить, чем сделать ранку. Пока я работала на остальных ногтях, здесь кожа немножко подсохла, и теперь на реверсе мне гораздо проще работать. Дорабатываю левый синус, тот, что я не доработала в режиме форвард, и прорабатываю всю правую сторону, весь под кутикульный карман, и приподнимаю ленточку кутикулы для среза. Для этого щечкой фрезы я прохожу справа налево. Все очень просто, действия обычные, стандартные, но нужно еще плюс ко всему зашлифовать вот эту пустоту. Здесь огрубелая кожа есть, ее нужно полностью убрать, иначе она не даст перерастать ногтевой пластине к ногтю. Она будет также способствовать дальшему сохранению вот этой вот пустоты. Видите, вот она прям хорошо видна, эта сухая кожица, я ее убираю. Остается чистая живая кожа, которая будет хорошо прирастать ноготочек в дальнейшем. Продолжаю зачищать, обязательно всегда ориентируюсь на состояние клиента, потому что кожа здесь нежная, она не привыкла к контакту с каким-либо предметами, тем более уж с фрезой. Этому клиенту нужно дать понять, что если чуть-чуть какие-то дискомфорты, какие-то болевые ощущения, чтобы она сразу говорила, не сидела, не молчала. Далее фрезой шар я зашлифовываю боковые валики. Также можно пройти по вот этому месту. Мне нравится фрезой шар убирать пустоту ногтя. То есть ноготь я не могу полностью срезать кусачками, так как не подлезть. А вот фреза, она хорошо убирает вот эти вот уголочки ногтя по линии среза. Фреза хорошо работает именно по ногтю, по краю ногтя. Зашлифовывает и убирает все лишнее. Ну и далее этой фрезой я убираю ленту кутикулы, которые ранее удалось приподнять. Фрезой шар я работаю на скорости 3-5 тысяч оборотов. Я уже неоднократно это говорила. На этой скорости я могу фрезой немножко надавить на кутикулу, чтобы подцепить вот этот белый кантик и начать его счищать. И клиенту не будет горячо. На высоких скоростях при небольшом даже нажиме давлений, да просто при проведении фрезой по кутикуле и прям легеньком нажиме клиенту становится сразу горячо. Поэтому я исключила такие высокие скорости из своей работы. Я не спорю, есть мастера, которые работают на высоких скоростях. Также фрезой шары отлично все счищают. Но, пожалуйста, работайте кому как удобно. Мне удобно работать именно так. И поэтому я свои удобства в работе передаю в своих видео тем, кому это нужно. Маникюр готов. Далее на ноготь, где у меня пустота, я наношу кислотный праймер. Он еще больше высушит ногтевую пластину и уберет, если есть там какие-то задатки живой природы жизни. Какие-то микроскопические бактерии, если появились, кислотный праймер все это дело убьет. Нанесла грунтовочный слой каучуковой базы именно на ноготь, на кожу не заходила. И теперь каври-гелем я выстраиваю, закрываю всю эту пустоту. Это противобактериальный, противогрибковый гель. Он хорошо работает с такими вот пустотами. И под этим гелем хорошо ноготочек прирастает, срастает и все становится нормально. Далее я нанесла молочный гель в форму и прикладываю в форму, делаю наращивание. Но тут я сглупила, когда уже монтирую видео, я понимаю, что все это дело можно было объединить. Прокрытие пустоты и до наращивания можно было сделать все рекаври-гелем, нанести его в форму, приложить. Но вот хорошая мысля приходит опосля, как говорится. В следующий раз я сделаю именно так. Не нужно было на два процесса разделять, а можно было все сделать в один этап. Я убрала лишнее, что вылезло с формы фрезой. Также придала форму свободному краю наращенного ногтя. Сравняла его по длине с остальными. И теперь нанесла оранжевый цвет на торцы. Помним, что у меня на ногтях только грунтовочный слой базы. Никакого укрепления нет. Делаю растяжку оранжевого цвета кистью гребешок. И только теперь молочным гелем я делаю укрепление. То есть это обычная растяжка цвета под гелем. Получается такой импровизированный градиент, который максимально быстро выполняется и смотрится довольно-таки планно. Дизайн очень простой, потому что уже долго мы сидели с этой пустотой. Я наношу поталь на ноготочки где-то крупным кусочком, где-то мелкими. И приклеиваю листики. Эти листики с Алиэкспресс я брала... Не знаю, мне кажется, года три назад я их брала. Все, они лежат, лежат. Я была приверженец рисунков, но сейчас почему-то... Ну, не почему-то, а с появлением маленького ребеночка нужно все делать быстренько-быстренько. И я все больше прихожу на наклейки, на какие-то слайдеры или на какие-то мега простые рисунки. Прикладываю наклейки, перекрыла их базой, закрепила. И теперь прикрываю все ногти топом. И вот такой вот дизайн получился. Весенний, яркий. Некоторые клиенты любят такие более скромные, более неброские осенний дизайн. А некоторые клиенты в продолжении яркого лета любят яркую осень на своих ноготочках. Вот такое видео получилось. Понравился дизайн? Обязательно оставляй листик в комментарии. Ставь этому видео лайк, если оно было полезным. Не забывайте про ароматы, которые можно себе заказать. Ссылочка в описании под видео. Спасибо, что были со мной до конца. У меня на сегодня все. Всего доброго, хорошего дня. Продолжение следует...